Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Навязчивых таксистов в аэропорту Сочи хотят запретить. На сессии городского собрания подняли вопрос корректного обслуживания пассажиров на территории транспортных узлов курорта. Произведено на Кубани. Более 40 кубанских предприятий презентовали в Сочи свои продукты. Задача – обеспечить кубанскими товарами санатории и магазины города. Борьба с тенью на ковер в мэрию Сочи пригласили нарушителей трудового законодательства. Вывести экономику каждого предприятия из тени – задача межведомственной комиссии. В слове «Мы – 100 тысяч я» молодежь Сочи провела фестиваль национальных культур. Оценить мероприятие студенты пригласили главных экспертов – представителей местных диаспор. Расходная часть бюджета Кубани на ближайшие три года увеличится на 27 миллиардов рублей. За изменения в главный финансовый документ края в первом чтении единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В работе заседания сессии ЗСК принял участие Вениамин Кондратьев. Большая часть из краевой казны будет направлена на развитие медицины и образования. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. От изменений в градостроительном кодексе края до дополнительных мер социальной поддержки. На повестке кубанских депутатов сегодня 40 вопросов. Но, пожалуй, самый основной из них – поправки в расходную часть бюджета на три года. Краевая казна пополнится на 27 миллиардов рублей. И большая часть из них будет ориентирована на социальную сферу. Прежде всего, это сделано для того, чтобы Кубань оставался регионом стабильным и развивающимся. Жители края должны чувствовать улучшение качества жизни, отметил губернатор. Социальные пособия, льготы, мы сегодня их где-то увеличиваем, наращиваем. А ведь наша стратегическая задача сделать так, чтобы люди не нуждались ни в льготах, ни в социальных пособиях. Вот что сегодня нужно сделать. А значит, мы еще сильнее должны модернизировать нашу экономику, сильнее наращивать темпы, в том числе и промышленности, создания предприятий, количество рабочих мест, повышать уровень зарплаты. Вот что сегодня важно. А конечно, и дальше мы должны еще больше здесь работать для того, чтобы все-таки экономика в первую очередь развивалась очень ударными темпами в нашем крае. Это все зависит от наших приоритетов. Основные средства краевого бюджета уже распределены. Под каждое направление утверждена своя сумма. Как отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, это позволит вовремя проводить ведомствам конкурсные процедуры. А значит, уже в апреле депутаты смогут подвести итоги реализации государственных программ. Для экономики Кубани, для отраслей, министерства, департаменты, для них все понятно. Какие суммы, есть возможность проведить конкурсные процедуры. Никаких препятственных действий, так сказать, нет. Все условия созданы на сегодняшний день. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиникой фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Особое внимание краевые власти уделяют станицам и поселениям. Благодаря финансированию там появятся новые амбулатории и офисы врача общей практики. Качественная медицинская помощь должна стать доступной даже в самых отдаленных уголках края, уверен губернатор. Долгожданный проект строительства второй очереди краевой клинической больницы номер один, чтобы у ведущего лечебного учреждения региона появился новый корпус. Выделят более 6 миллиардов рублей. Его планируют завершить в течение четырех лет. Вот сейчас депутаты проголосовали за огромные поправки. И я могу просто там вот, я не знаю, с искренней радостью сказать, что столько лет ожидавшая реконструкции наша первая краевая клиническая больница имени профессора Чаповского, наконец получает деньги не федеральные, не совместно с федерацией, а деньги краевого бюджета. Это, как сказал губернатор, целый медицинский город появится новый. Эта реконструкция разбита на пять этапов. Финансирование увеличивает и по ряду масштабных проектов образования. В регионе возведут сразу две школы для одаренных детей в Краснодаре и в Сочи. Туда будут принимать талантливых учеников со всего края. Новое здание построят для казачьего кадетского корпуса имени Бабыча. На это выделили чуть больше полутора миллиардов рублей. Сейчас учебное заведение арендует бывший детский сад. Казачатам требуется новое, современное и комфортное помещение. Всего же в этом году на строительство и реконструкцию школ, а также детских садов из краевой казны направят 8 миллиардов рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в 2018-м. В Сочи, под Сириусом будет, в Краснодаре, под Кубанским университетом, это школа умников и умниц, кадетский корпус имени Бабича, современнейший корпус, такие же там мальчишки будут. Если мы хотим, чтобы они были успешными, и мы были успешными, и край был успешным, должны научиться не просто отвечать на вопросы программы школьной, они должны научиться мыслить, мыслить и принимать решения в условиях неопределенности. Вот это должна быть способность, которая должна формироваться как раз в 7, 8, 10, 15 лет. Мыслить и принимать решения. Такая молодежь у нас есть, и такую молодежь мы должны сформировать. А для этого должны создать условия, создавать эти селекционные станции ума. Не забыли и о физическом воспитании. На создание спортивных залов в небольших населенных пунктах направят около 350 миллионов рублей. Особое внимание уделили развитию самбо, ведь это не просто вид единоборств, а целая система воспитания молодого поколения, отметил глава региона. Для занятия этим видом спорта в крае планируют построить 10 спортивных залов. Бюджет крайне напряженный. Но эта напряженность позволяет более четко и оперативно работать и исполнительным органам власти, и законодательному собранию, и муниципальному образованию. В целях пополнения доходов и, соответственно, увеличения расходов по самым важным направлениям. Несмотря на социальную направленность бюджета, деньги направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит полтора миллиарда. Таким образом, Краевой фонд станет первым по объему в стране. Фонд микрофинансирования Края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования Края – полтора миллиарда. Полтора миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости номер один среди других субъектов федерации. По наполняемости. Полтора миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть, возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования совсем другой процент – от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. И они, конечно, еще наращивают собственную экономику. И количество малого и среднего бизнеса у нас растет. Увеличится и финансирование дорожного фонда Края – 32 миллиарда рублей. На ремонт существующих дорог и строительство новых, а также приобретение необходимой техники. Вениамин Кондратьев отметил, такая беспрецедентная поддержка транспортной сферы повлияет на развитие экономики Кубани в целом. Дорожный фон – 32 миллиарда. 32 миллиарда, коллеги, опять-таки, тут только одна просьба – контроль. Потому что транспортная инфраструктура – это, конечно, развитие ее, это развитие, в том числе, экономическое. Транспортная артерия – это артерия, по которой мы можем с вами, опять-таки, наращивать темпы экономического роста. Но тогда должна появляться эта транспортная артерия новая. Не контроль показателей, контроль, как средства сегодня уже расходуются, а как бы контроль в поле, как говорится. То есть конкретно выезжайте, прям как депутатских комиссий создавайте, выезжайте на место, смотрите конкретно качество дорог, то, что на самом деле делается там, на земле, где люди живут. Сверяйте вот эти вот отчетности, эти показатели, которые с реальностью, что реально происходит. Поправки, которые сегодня внесли депутаты, позволяют назвать главный финансовый документ края бюджетом развития. И важно, чтобы средства пошли на улучшение качества жизни кубанцев. И в первую очередь эти изменения на себе должны почувствовать именно жители края. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Виктор Чаусов. Кубань-24, Краснодар. На этой же сессии Краевого парламента депутаты в первом чтении поддержали инициативу губернатора Кубани о внесении изменений в региональный градостроительный кодекс. В результате в Краснодарском крае ограничат строительство в прибрежной зоне. Сделано это, по словам авторов документа, для того, чтобы не превращать курорты в спальные районы. Предполагается, что как минимум в 300-метровой полосе от моря будет запрещено возведение жилых многоэтажных домов. Зеленый свет только санаториям, пансионатам и отелям. Все это должно повысить привлекательность кубанских курортов, уверен губернатор края. У нас должны быть и территории развития. Получается так, что территории развития в курортах. Самих курортов не остается. Это целиком зависит от нас. Либо спальный район, либо курорты. Еще раз подчеркиваю, основания создания даже конкуренции мы сегодня не обеспечиваем, потому что не может конкурировать строительный бизнес и отели, санатории, и гостиницы, потому что окупаемость абсолютно разная. Поэтому здесь мы должны помочь, если мы хотим видеть наши курорты курортными в будущем, помочь им остаться курортными и в будущем тоже состояться как курорты мирового уровня. Но мы должны четко подойти с прозрачными правилами. Сколько можно, а сколько нельзя. Где можно, а где нельзя. И потом правила землепользования застройки, генпланы этих курортных городов надо быстро, жестко потребовать, подогнать под наш закон. Во втором чтении депутаты ЗАГС Собрания обсудят детали поправок. В частности, об увеличении прибрежной зоны, где нельзя строить жилые многоэтажные дома до 500 метров от моря. Проблема актуальная. Во многих курортных городах здания буквально нависают над пляжами. Законопроект станет определенной страховкой от появления новых самостроев. Ну а депутаты городского собрания Сочи направят обращение руководителям транспортных хабов города. А именно в аэропорт и на железнодорожный вокзал. Повод – обслуживание гостей курорта. Эта тема стала первой в повестке народных избранников. Присутствующий на сессии городского собрания Сочи депутат Госдумы Сергей Кривоносов в числе других тем поднял вопрос корректного обслуживания в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале. Речь идет о таксистах, которые бесцеремонно предлагают свои услуги туристам. Им навязчиво предлагают услуги представители инфраструктуры, связанной с такси. Эта проблема остается. Мы не раз поднимали этот вопрос. Тема навязчивого сервиса таксистов муссируется везде, где можно, но как хватали курортников за руки, так и продолжают. Обслуживание туристов должно быть на международном уровне, считает и глава города, ведь курорт в целом давно уже стал интересным продуктом на рынке туристических услуг. Совершенно правильно депутаты подняли этот вопрос. Уверен в том, что руководство аэропорта нашего, Сочинского, который занимает ведущие места среди мировых аэропортов, все-таки задумается. Мы, может быть, подскажем, и, конечно, надо будет сделать так, чтобы наш аэропорт был удобным. Естественно, что совершенно правильно депутаты ставят вопрос о том, что общественный транспорт должен заходить на первую линию, это такси и автобусы. И, по большому счету, это все в целях безопасности, можно отрегулировать вполне, без всяких обременений. Депутаты взяли эту тему на свой контроль. Также они сегодня проголосовали за увеличение расходной части бюджета на 1,442,000,000 рублей. Деньги необходимы для пристроек школам 82-й и 15-й, а также ликвидации последствий декабрьского наводнения. Это восстановление дорог, разрушенных тем наводнением. Это будет одна улица, улица Днепровская в Лазаревском районе. Это очень там дома подошли близко уже к берегу. Это Хостинский район и Адлерский район. В общей сумме, с учетом наших средств, это будет выделено 296 миллионов рублей на эти цели. В Сочи на средства бюджета будет создана спортивная школа единоборств, а также муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новый театр Сочи». Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Более 40 кубанских предприятий презентовали свои продукты потенциальным партнерам – розничным и оптовым сетям, а также санаториям и гостиницам курорта. Сегодня в Сочи в рамках краевого инфотура развернулась выставка «Ярмарка», где компании отрасли торговли и гостеприимства смогли не только попробовать товары, но и тут же напрямую заключить договоры с поставщиками качественной продукции, произведенной в Краснодарском крае. Что предлагали на выставке, расскажем в нашем сюжете. Колбаса и сыр, молоко и мед, хлеб и вода, мясо и рыба. На стендах десятки видов и продуктов разного вкуса и марок. Более двух тысяч наименований. Но объединяет их одно – все эти товары произведены на Кубани. Вот, например, такие колбаски из рыбы делают в Приморско-Ахтарске, а вот эти расписные медовые пряники – в Геленджике, а такие гамбургеры из натуральных продуктов – в Усть-Лобинске. Они не только вкусные, но и полезные, ведь сделаны из качественных местных продуктов. Выставка кубанских товаров открылась в Сочи сегодня в рамках «Инфотура». В город производители приехали со всего края – всего 40 предприятий. Цель – продвижение краевой продукции на местном потребительском рынке. Нам губернатор ставит задачу, что продукция кубанских производителей должна присутствовать в увеличенных объемах везде. Люди едут на отдых, они хотят попробовать что? Кубанское что-то. Сегодня производится в крае порядка 5,5 тысяч продуктов питания. Кубанских товаров должно стать больше и на полках магазинов, и в санаториях, и гостиницах. Так, в прошлом году им поставили порядка 40 тысяч тонн местных продуктов. Цифра с каждым годом увеличивается на 3-5 тысяч тонн. В том числе и благодаря таким выставкам, где заключаются договоры на поставку. «Результатом, допустим, прошлогодней выставки послужили долгосрочные договоры о поставке у 60 оптовых предприятий нашего края. И мы надеемся, что эта выставка не станет исключением». Выставка в Сочи в преддверии летнего сезона проходит уже десятый год. Во второй раз в ней участвует и департамент промышленности Кубани. В экспозиции 9 предприятий – производители текстиля, одежды, бытовой химии. Всего же в крае более 7 тысяч промышленных компаний. Треть из них производят товары для санаторно-курортной отрасли. «Сегодня на Кубани идет действительная программа под знаком качества «Сделан на Кубани». То есть номинаты этой программы гарантированно выпускают качественный продукт, который конкурентоспособный на российском рынке». Выставка в Сочи – это часть большого краевого инфотура. Подобные ярмарки развернутся во всех курортных городах региона. Финал – в Ейске, в мае. Инга Габеши, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а на другой выставке в краевой столице сегодня обсуждали благоустройство кубанских городов. Площадкой для разговора стала экспозиция «Югбилд». Крупнейший архитектурно-строительный форум посетил Вениамин Кондратьев. Глава региона осмотрел стенды, пообщался с производителями и поставщиками. Кубанские предприятия выпускают большой спектр продукции. Это тротуарная плитка, кровельные изделия и кирпичи. Таких заводов в крае несколько. Вениамин Кондратьев поинтересовался, как им удается делить рынок сбыта. У нас столько много кирпича, что это просто в самом деле... Меня заставляет удивляться, как вы между собой конкурируете. Как вы рынок-то делите. История и качество. Сопрекленно в облике. Друзья, я думаю, в желании. В желании. Сделать спрос на свою продукцию. Если есть желание, вы найдете те инструменты, те методы, которые позволят вашей продукции, вашему кирпичу, хотя он у всех одинаковая форма, может быть, и сегодня цветовая гамма у всех одинаковая, будьте востребованы. Все желаем. Юг бил до дна из самых масштабных строительных выставок в стране. В ней участвуют 265 компаний из пяти стран мира. После осмотра экспозиции глава региона встретился с ведущими архитекторами России и края. Ведь именно от них напрямую зависит облик каждого населенного пункта. Навстречу речь шла о новых подходах в строительстве. Борьба с теневой деятельностью на рынке труда Сочи не прекращается. В мэрии сегодня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости. Межведомственная комиссия, которая выявляет нарушителей трудового законодательства, в Сочи создана 4 года назад. Несмотря на колоссальную работу, предприниматели курорта продолжают трудиться по серой схеме и получать за это штрафы. Цифры порой тревожные. Нарушители трудового законодательства выявляются при каждом мониторинге. Но члены комиссии по снижению неформальной занятости работают в режиме нон-стоп. Задача неизменно вывести экономику каждого предприятия из тени. И в первую очередь это оформление трудовых договоров с каждым работником. Это является грубым нарушением. Напоминаю, что должностное лицо за это штрафуется, согласно современному нынешнему законодательству, 20 тысяч, а юридическое – 100 тысяч. То есть, если ты работаешь, ты должен заключить договор, ты должен получать заработную плату официальную, должен платить твой работодатель соответствующие отчисления в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования, в страховой фонд. Ситуация у нас вполне контролируемая. Мы прилагаем к этому все усилия. Мы должны вспомнить о том, что те же самые места в детских садах, те же самые поликлиники и все остальное прочее работает у нас, в том числе и потому, что у нас будет уменьшаться неформальная занятость. По данным администрации Сочи, неформальная занятость присутствует практически во всех секторах экономики. Больше всего нарушители в строительной и транспортной сферах, торговле, санаторно-курортной отрасли и на предприятиях по оказанию бытовых услуг. Работодатели экономят на налогах, не оформляя сотрудника должным образом. В итоге бюджет города ежегодно недосчитывает миллионов рублей. К тому же зарплата в конверте и отсутствие трудовых договоров – это и отсутствие накопительных взносов, напоминают в мэрии. В состав межведомственной комиссии курорта входят и представители региональной трудовой инспекции, которая после каждого подобного заседания готовит список недобросовестных предпринимателей Сочи и направляет его на краевую проверку. Объекты водоканала Сочи взяты под охрану федеральной структурой. С 1 марта за безопасность на ключевых объектах водоснабжения Сочи отвечают Росгвардия и казаки. Водозаборы, очистные сооружения, канализации, насосные станции и другие объекты, эксплуатируемые муниципальным водоканалом, играют существенную роль в жизнеобеспечении Сочи. Им присвоены высокие категории защиты. На наиболее важных объектах будет осуществляться круглосуточное дежурство. Повсеместно установлены современные инженерно-технические средства охраны. В ряде помещений смонтированы тревожные кнопки. Наряд Росгвардии или казаков в считанные минуты прибывает по вызову на место происшествия. В слове «Мы – 100 тысяч я» фестиваль национальных культур собрал сегодня сочинских студентов. Молодежь города целый месяц готовилась к празднику, изучая культуру и традиции народностей, проживающих на курорте. Фестиваль национальных культур для Сочи – дело привычное и традиционное. Но на этот раз провели его не местные диаспоры, а студенты колледжей и техникумов. Ребята подготовили костюмы, приготовили национальные блюда. Рассказали гостям, чем цыганские котлеты отличаются от всех остальных. В целом молодежь презентовала культуру десятка национальностей, проживающих в Сочи. Ребята готовились целый месяц. Это очень важно проводить именно такой тематики мероприятия, как фестиваль национальных культур. Мы город Сочи, мы многонациональный город, мы всегда были гостеприимными людьми. И наша молодежь, наши колледжи распахнули двери свои для студентов разных национальностей. Фестиваль национальных культур прошел под девизом «Я люблю тебя, Россия», «Я люблю тебя, Сочи», «Я хочу, чтобы ты расцветал». Поддержать молодежь пришли представители районных администраций, национальных диаспор города. Поприветствовала учащихся среднеспециальных образовательных учреждений и начальник управления образования Сочи. Не одно десятилетие в Сочи живут более ста национальностей, уважая традиции, язык друг друга. И каким будет наш город завтра, зависит от вас, молодых. Потому что события делают люди. И сегодня эти события делаете вы. Какой будет ваша жизнь, наполненной, интересной, яркой, красочной, счастливой, зависит от вас. И вы идете в правильном направлении. Всех поздравляю. Ответственными за мероприятие на этот раз были члены молодежного совета при главе города Сочи. Ребята справились на ура и в планах новый праздник, на который молодежь также пригласит всех горожан. Цветочный сезон в разгаре. В преддверии 8 марта объем ввозимой мимозы из Абхазии увеличился в разы. В Россию поступило уже более 40 тонн цветов. Ежедневно жить через российскую абхазскую границу проходит до пяти грузовых машин с душистым грузом. Оформляется до трех тонн товара в сутки. Начались в связи с этим и правонарушения, которые пресекают сочинские таможенники. Одним из последних таможенное законодательство нарушил житель Абхазии. В ходе досмотра автомобиля на таможенном посту Адлера в его багажнике были обнаружены 7 связок с ветками мимозы общим весом 56 килограммов. Необходимые документы на товар у водителя отсутствовали. Нарушители не отрицают, что везут товар с целью реализации в Сочи. Но о порядке оформления сельскохозяйственной продукции для коммерческих целей им неизвестно. В отношении граждан возбуждены дела об административном правонарушении. Только за последнюю неделю сочинской таможни таких дел было возбуждено 5. Пресечен незаконный ввоз около 4 тонн мимозы. Ну и в преддверии 8 марта сочинская таможня напоминает о необходимости соблюдения правил перемещения товаров и денежных средств через таможенную границу. В Сочи снова наступит кубанская весна. В первый день марта в Сочи стартует уже ставший традиционным турнир по футболу среди женских молодежных сборных «Кубанская весна». О том, кто примет участие в турнире этого года, организаторы рассказали на пресс-конференции. В этом году за звание победителя турнира «Кубанская весна», который уже давно стал визитной карточкой российского женского футбола, будут бороться 4 команды – Россия, Азербайджан, Иран и Белоруссия. Турнир пройдет по круговой системе. Каждая из команд сыграет по одному матчу со всеми остальными участниками. Победители определят по итогам трех туров. Турнир важен не только для самих сборных, отметили организаторы, но и для развития футбола в целом. Турнир даст толчок к более дальнейшему развитию детского футбола в городе Сочи, в том числе и женского. У нас же много девчонок занимаются футболом. Турнир, на котором именно девчонки У-19, молодежная сборная команда, являющаяся основным резервом и поставщиком в национальную сборную команду в преддверии сезона, как во многих странах, и рассматривает этот турнир как составную часть учебно-тренировочной большой работы перед своими ответственными официальными турнирами. Так, для сборной России, которая два года подряд выигрывала турнир, Кубанская весна станет этапом подготовки к элитному раунду чемпионата Европы. Уже в апреле наши футболистские поспорят с Нидерландами, Исландией и Болгарией за единственную путевку на Евро-2019. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...